Наверное, слышали, что я, Юлия Степаненко, сегодня победила в Конституционном суде, доказав, что закон, который не позволил мне работать в Сейме невакцинированной, противоречит с отверстным. На самом деле, я не рада этому решению, я очень злая, потому что сегодня победу должны были праздновать тысячи людей, которых также, как и меня, отстранили от работы, некоторых даже уволили из-за того, что они отказывались вакцинироваться. И вот вопрос, а почему же сегодня победа только моя, а не всех остальных людей, которые пострадали? Ответ, я вам скажу, очень простой. Закон COVID-19, который до сих пор еще пока что в силе, также должен был быть оспорен в суде. И тогда бы мы с вами могли бы вместе праздновать победу. Но почему же его никто не оспорил? А ответ очень простой. Для того, чтобы этот закон был оспорен в суде наиболее быстрым способом, требовалось всего лишь 20 депутатов Сейма, которые подписали бы заявление в суд. И я, Юлия Степаненко, еще в 2021 году, осенью, искала тех депутатов, которые могут подписать это заявление. Мы составили вместе с юристами иск в Конституционный суд, при помощи которого можно было бы остановить всю эту обязательную вакцинацию всех уволенных и отстраненных людей. Но, к сожалению, нам удалось собрать только 10 подписей. Угадайте, кто отказался подписывать? Да, это была Сасканя в 13-м Сейме, вся фракция. И это были вся фракция зеленых и крестьян. Вы знаете, почему они отказались подписывать? Ответ очень простой. Они ответили, что когда они придут к власти, они не захотят платить компенсации всем тем людям, которые после победы в суде будут подавать иски о компенсации.